На протяжении трех дней внимание правоохранителей всей страны было сосредоточено на напряженных матчах, которые проходили параллельно в двух залах комплекса «Виктория». Игры в подгруппах проходили по круговой системе и были равномерно распланированы на все дни соревнований. Каждый матч проходил напряженно, но интересно. Милиционеры смогли доказать, что они могут не только профессионально нести свою непосредственную службу, но и в некотором смысле быть даже конкурентами профессиональным футболистам, посвятившим спорту свою жизнь. Сегодня это один из видов деятельности спортивных достижений, хотя в системе Министерства внутренних дел достаточно проводятся различного рода других спортивных соревнований в виде служебного многоборья, стрельбы, лыжи и так далее. Но именно сегодня по тем мероприятиям, запланированным, был проведен турнир по мини-футболу. Соревнования по мини-футболу проводятся ежегодно в рамках ведомственной спартакиады по служебно-прикладным и массовым видам спорта. Подобные мероприятия – это площадка для открытого диалога, для общения и, конечно же, для отдыха. На Брестской земле здесь мы достаточно, максимально приложили все усилия, для того, чтобы этот чемпионат произошел организованно, максимально интересно. Новый день и в так называемый плей-офф выходят уже восемь команд, каждая из которых нацелена занять на почетном пьедестале одно из трех призовых мест. Однако фортуна улыбается не всем. Как итог, бронзовыми призерами турнира стали правоохранители ГУВД Мингорысполкома. Почетное второе место в копилке сотрудников УВД Гродничины. Золото турнира увезли с собой представители сборной департамента охраны. Эмоции самые положительные. Турнир в таком масштабе, то есть в двух залах одновременно проходят игры, проводятся как бы в первый раз, это было опробовано. Команды все достаточно хорошо подготовлены были, уровень команд очень был серьезен. Турнир получился интересным. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Дмитрий Лазарчук, Турнир, Кирилл Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.